Когда энергия молнии падает на землю, она не исчезает, потому что под землей есть каменный уголь. Каменный уголь изолирует энергию молнии благодаря содержанию метана. Метан имеет высокое давление, а молния создает вакуум. Поэтому вакуум не может быть образован в высоком давлении. Поэтому каменный уголь это емкостный конденсатор энергии молнии. И когда вся эта энергия заряжается, конденсатор молнии, каменный уголь, энергия начинает вылетать от всех растительных иголок. Вот смотрите, это листьевница. Хвойное дерево. Отсюда энергия вылетает, в темноте она светится и создает озон. Озоновый слой нашей планеты. А еще энергия, которая вылетает, плюсовая, от воздуха тянет отрицательные электроны. Эти отрицательные электроны должны притягивать от земли плюсовые катионы водорода. И эти катионы водорода должны сохраняться в орешках, чтобы эти орехи становились седобными. Поэтому и говорится в священном писании, что Бог создал дерево, которое каждый приносит в свой плод. Спасибо за внимание.